За одним столом главы госадминистрации городов и районов и представители энергоснабжающих предприятий. Одна из главных тем обсуждения – адресные программы. Уже к 1 марта они должны быть сформированы в городах с указанием адресов, где будут заменены сети холодного и горячего водоснабжения, а также отопления. На совещании напомнили, с 1 января в квитанцию об оплате жилищных услуг добавилось два пункта – ремонт систем холодного и горячего водоснабжения и отопления. 6-7 копеек – это непосредственно суммы, которые были рассчитаны только на поставку материалов. Работы выполняют энергоснабжающие предприятия за собственные средства. Если бы мы при расчете 6-7 копеек включили бы туда и мероприятия, связанные с работой, естественно, бы те программы и то количество домов, которые мы сегодня планируем выполнить, было бы уменьшено ровно в два раза. Чтобы обеспечить прозрачность расходования средств, собираемых на капитальный ремонт, вся информация о замене внутридомовых коммуникаций будет размещаться на сайтах государственных администраций и профильной госслужбы. Кроме того, говорили и об оплате услуг по уборке придомовой территории. Данный тариф формируется из двух позиций – уборка самой придомовой территории и лестничных клеток. На сегодняшнем совещании решено было внести изменения. Мы предоставим право собственникам жилых помещений выполнять уборку холов и лестничных клеток с собственными силами. Мы сейчас отработаем полный алгоритм, как они должны обращаться в управляющие компании. И при таком формате обращения в управляющую компанию, если вы эти работы, я имею в виду, собственники будут выполнять собственными силами, управляющая компания 7 копеек выставлять не будет. Что касается уборок придомовых территорий, на сегодняшний момент принято решение, будет доведен график непосредственно уборки придомовых территорий. Как мы знаем, этот график должен быть в течение 7-10 дней проведена уборка придомовой территории. Поэтому этот график будет доведен. Эти графики будут размещены как на сайтах государственных администраций, управляющих компаний, так и непосредственно на каждом живом доме, чтобы наши жильцы знали, в соответствии с какими графиками будут убираться придомовые территории. Мария Пантази, Татьяна Коркина и Олег Бухчеван. Первый Приднестровский телеканал.